Всем привет! Капитализм деградирует и сошел с ума. Эти слова принадлежат не какому-нибудь марксистскому леворадикалу, а вполне себе респектабельному буржуазному политику, президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он произнес их в августе, накануне собрания Большой Семерки, саммита крупнейших империалистических держав, которые определяют судьбу мирового капитализма. Макрон выразил обеспокоенность постоянно растущим глобальным неравенствам, однако умы властителей мира терзают и другие проблемы. Мировая экономика растет вяло, инвестиции и финансовые спекуляции не дают прежней отдачи, а недовольство массовым притоком мигрантов уже не удается скрыть под маской мультикультурализма и толерантности. На наших глазах капитализм становится все более неправильным, подрывая веру в идею рыночной саморегуляции даже у самых верных ее последователей. Что же случилось с мировым капитализмом за последние годы? С момента глобального кризиса, который разразился уже более 10 лет назад, окружающий нас мир сильно изменился, а его противоречия, которые накапливались десятилетиями, сегодня приобретают самые уродливые формы. Итак, острая фаза Великой рецессии давно прошла, а мировой капитализм все никак не выйдет на докризисные темпы роста. В 2018 году мировая экономика выросла чуть более чем на 3%, и это почти на треть меньше, чем в середине 2000-х. Но это еще не самая большая проблема, были времена и похуже. Ярче всего проблема капиталистической экономики, которая зарождалась и всегда существовала как глобальная экономическая система, отражает состояние самой глобализации, то есть международных экономических отношений. Как измерить глобализацию? Это можно сделать, соотнеся объемы международной торговли и инвестиций к мировому ВВП. Этот показатель стремительно рос всю докризисную эпоху, и в 2007 году он достиг своего максимума в 51%, увеличившись на 30% пунктов в середине 80-х. А вот после мирового кризиса происходит последовательное снижение этого индекса глобализации, который сегодня составляет около 31%. Одновременно с этим сокращается значимость такого традиционного элемента мировой капиталистической экономики, как глобальные цепочки добавленной стоимости. Если с 1995 по 2007 год доля чистого национального производства в мировом ВВП упала с 86% до 79%, то есть национальные компании вытеснялись транснациональными, то с 2009 года это значение вновь выросло на 2% пункта. В то же время прибыли 700 крупнейших транснациональных корпораций, базирующихся в странах капиталистического центра, упали на 25%. Вместе с этим росла прибыль предприятий, ориентированных на национальный рынок. Подорванным оказался и мировой рынок капитала. Только в 2017 году резиденты США сократили инвестиции в Европу в 10 раз, выведя из стран еврозоны 274 миллиарда евро. Европа не осталась в долгу, сократив вложения в Соединенные Штаты на 67 миллиардов евро. Естественно, эти тенденции сопровождаются изменениями в политическом поле, которые характеризуются сегодня всеобщим обострением протекционистских тенденций. За последние 10 лет государствами было принято около 6 тысяч мер, регулирующих международную торговлю, инвестиции и миграцию. И три четверти из них носили ярко выраженный протекционистский характер. Только четверть была направлена на либерализацию международного движения капиталов, рабочей силы и товаров. Лидером современного протекционизма являются Соединенные Штаты. Самый свежий пример – торговая война США с Китаем, в которой американское государство увеличило ввозные пошлины на китайские товары на сотни миллиардов долларов. Однако было бы ошибкой связывать такое поведение США с личностью Трампа, который всегда отличался агрессивной, из лица низкой политической позицией. Еще в последний период правления Обамы США увеличили количество ограничительных мер в три раза. В первую очередь против стран ЕС. Естественно, это вызвало ответные меры со стороны европейских государств. Санкции против России, Брекзит и рост популярности евроскептиков во Франции, кризис интеграции на постсоветском пространстве – все это говорит о том, что глобалистские тенденции наткнулись на свой предел. Вопрос «почему?» Ответ на него был дан еще Розе Люксембург, видным теоретикам марксизма XX века. Она писала о том, что капиталистическая экономика, развиваясь по экстенсивному сценарию, то есть поглощая все большую часть некапитализированного мира, безусловно, когда-то придет к границам своей экспансии. И однажды, в 70-80-е годы прошлого века, мир уже подходил к этим барьерам. Тогда капиталистическая экономика, уткнувшись в границы социалистического блока, во многом исчерпала источники роста. Стокфляция, нефтяной шок, падение нормы прибыли относительно послевоенных лет в четыре раза – все это поставило большой знак вопроса над будущим капиталистической экономики. И тогда капитализм нашел весьма специфический выход из сложившейся ситуации. Источником роста мировой экономики и прибыли корпораций стало не ускорение научно-технического прогресса, не повышение эффективности и ориентация на удовлетворение человеческих потребностей, а простой паразитизм. Капитализм стал развиваться за счет эксплуатации дешевой рабочей силы, жесткого подчинения периферии мировой экономики центру и роста неравенства. Все мы знаем о том, что производства были переведены из Европы и Соединенных Штатов в азиатский регион. Это привело к стремительному расширению глобального рынка труда и снизило капиталовооруженность рабочей силы в мире на 60%. Естественно, это позволило западным корпорациям существенно снизить свои издержки. Импортные цены для американских компаний резко упали, и если мы посмотрим на динамику последних десятилетий, то обнаружим, что они росли в 1,6 раза медленнее, чем инфляция в Соединенных Штатах. Однако такая попытка развивать одну часть мировой экономики за счет угнетения другой создает проблемы в развитии не только у объекта эксплуатации, но и у самого эксплуататора. И в конечном счете провоцирует такие противоречия в развитии мировой экономики, которые приводят к кризису всей системы. Возможность эксплуатировать дешевую рабочую силу снизила интерес западных экономик к инвестициям в новые технологии, которые замедлились в последние десятилетия. Вот, например, как выглядит динамика темпа роста инвестиций в IT, передовой сектор современной экономики и науки. Этот показатель стремительно рос до 80-х годов, после чего начинается его фактическая стагнация, которая продолжается по сей день. В 90-е этот застой временно сменился бурным ростом, но он закончился так называемым кризисом доткомов и, как выяснилось, носил чисто спекулятивный характер. Что характерно, в 2000-е годы рост экономики не сопровождался увеличением темпа приращения инвестиций в сферу информационных технологий, а наоборот наблюдалось даже небольшое падение этого показателя. Одновременно замедлялось приращение инвестиций в основной капитал. Если в послевоенные годы они увеличивались ежегодно в среднем на 4%, то в 80-е годы уже на 2,9%, а в последние десятилетия лишь на 1,8%. Естественно, это повлекло за собой и замедление роста производительности труда. После Второй мировой войны оно прирастало со скоростью свыше 3% в год, а в последние десятилетия менее 1,5%. Применение дешевой рабочей силы подорвало и структуру занятости как в центре мирового капитализма, так и на периферии. В период с 90-х годов по сегодняшний день наибольший прирост рабочих мест в американской экономике наблюдается в наименее оплачиваемых и самых низкопроизводительных отраслях. При этом в высокопроизводительных секторах экономики рабочие места не создаются или создаются в небольшом количестве. В то же время западные корпорации стали сокращать зарплаты своим рабочим. В 70-х годах рост заработных плат все больше отстает от роста производительности труда, а инфляция, наоборот, опережает его. Эти тенденции привели к росту социального неравенства во всем мире. Оно выросло не только в США и Европе, но и в экономиках периферии. Например, в Китае, где главным бенефициаром роста национальной экономики по 15% в год были в первую очередь китайские олигархи, которые уже догнали своих американских коллег и теснят их на первых строчках журнала Forbes. При этом простой китайский рабочий куда медленнее увеличивает свое благосостояние, платя за него совершенно неэквивалентную цену, работая часто в тяжелых, изнуряющих условиях без достаточной социальной защиты со стороны государства. Неравенство подрывает экономический рост, стимулирует социальные волнения, обостряет проблемы миграции, в чем теперь вынуждены признаться самые верные апологеты рыночного фундаментализма. Какой из этого можно сделать вывод? Капитализм, уже однажды утнувшись с границы собственной экспансии, смог преодолеть этот барьер. Он поглотил Советский Союз и социалистический мир, он торгся в Китай, в Латинскую Америку, он изъял деньги у трудящихся и науки. Однако сейчас этот предел вновь видится на горизонте. Нового источника для паразитизма в современной мировой экономике становится все меньше, и отряды клещей и клопов начинают поедать друг друга. Кризис капитализма, не столько экономический, сколько системный, свидетельствует о том, что старые производственные отношения вступают во все более явное противоречие с производительными силами. А по законам исторического материализма это является преддверием социальной революции. Она будет призвана разрушить общественные отношения, которые уже становятся откровенным тормозом общественного прогресса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин